Дорожная карта занятости 20-20 Дорожная карта занятости 20-20 Дорожная карта занятости 20-20 Также достаточно неплохие показатели по уровню женской безработицы, по уровню молодежной безработицы Но свой вклад здесь, конечно, и внесла упомянутая вами дорожная карта занятости 20-20 Она реализовывалась с 2011 года по 2016 год В целом мерами господдержки было охвачено порядка 800 тысяч Но самое главное, что меры по трудоустройству непосредственно порядка 600 тысяч были оказаны В связи с чем возникла необходимость досрочно завершить дорожную карту 20-20? Все-таки 3 года еще оставалось до ее завершения И вот принять новую программу То есть это с чем связано? Вместе с тем сегодня на рынке есть определенные проблемы связанные В первую очередь это относительно низкого качества трудовых ресурсов Несмотря тоже на положительную динамику Сегодня у нас 27% населения именно в трудоспособном возрасте А имеет начальное, общее, среднее образование То есть не имеет профессиональных навыков 10 лет назад это показатель был на уровне 48% Далее у нас, ну в последнее время тоже много говорят Это высокая доля самозанятости, скажем так Страшна не сама самозанятость, а доля непродуктивной занятой Сегодня 2,2 миллиона самозанятого населения В их составе 360 тысяч Порядка по данным статистики это непродуктивная занятость В основном это доля приходится на сельское хозяйство Это характеризуется низкой производительной склонностью к бедности Ну и уровень образования, скажем так, сельское место тоже недостаточно высок Поэтому здесь целесообразно развивать навыки потенциально У самозанятого населения, обучение и так далее Также у нас есть определенные проблемы связанные с демографическим С дисбалансом на рынке труда У нас значительно отличаются по плотности южные регионы, северные И при текущих трендах мы ожидаем, что население южных регионов Более чем на 5 миллионов увеличится, то есть будет определенный дисбаланс Также есть у нас определенные вещи связанные с генерацией рабочих мест Последние 5 лет свидетельствуют, что в основном рабочие места у нас создавались И в секторах услуг, торговля, государственный сектор То есть требуется стимулирование и опыт стран развитых свидетельствуют В том, что необходимо для повышения эффективности повышать микрокредитование Развать предпринимательства И поэтому новая программа развития продуктивной занятости И массовая предпринимательства, которая принята по поручению главы государства Она как раз ориентирована на эти вещи То есть программа сегодня имеет три направления Первое направление... Давайте перед тем, как вот еще перейдем сейчас к этой программе Буквально пару слов еще, скажем, о дорожной карте бизнеса То есть какие минусы были выявлены при ее реализации И учтены ли они при составлении новой программы Ну, скажем так, что дорожная карта занята СИ-2020 Она тоже в себя выбрала антикризисные инструменты И где-то акцент был местами на временные рабочие места То есть реализовывались инфраструктурные проекты Особенно в сельском месте решались эти вещи Но вместе с тем, то есть это было все-таки временное занятость И охват, допустим, микрокредитованием Он не охватывал городскую местность Обучение, допустим, касалось больше там краткосрочной То есть исходя из тех проблем Сегодня новая программа ЗАИСа предусматривает более новые механизмы Вот, как я говорил, уже первое направление Программа имеет три направления Первое направление обеспечение квалификации Внутри, скажем, два поднаправления Первое связано с тем, что у нас после окончания школы В среднем где-то около 20 тысяч учеников без квалификации трудоустройства То есть не идут в учебные заведения И поэтому, конечно, сообразно обеспечить образованием Поэтому предусматривается для тех, кто не поступил в учебные заведения Скажем так, из неблагополучных семей Первая рабочая профессия Потому что потребность работодателя говорит о том, что все-таки более востребованная рабочая профессия Обучение до двух с половиной лет Стипендия, горячее питание, проезд, проживание Это все обеспечивается Для взрослого населения предусматриваются краткосрочные курсы до шести месяцев Тоже определенные с выплатой стипендии То есть льготы предусмотрены Ну и в целом ежегодно по этому направлению Где-то порядка 50 тысяч будет охвачено Как я уже говорил, с развитием предпринимательства В чем отличие от предыдущей дорожной карты Если мы раньше реализовали только кредитование, развитие предпринимательства на селе То сегодня эти механизмы будут распространены и в городе Причем значительно То есть увеличены суммы Если у нас было 3 миллиона Там для повторно 5 миллионов в тенге То сегодня предусмотрено до 16 миллионов То есть более чем в три раза Потом срок кредитования, если у нас был 5 лет То для проектов, связанных с сельским хозяйством, сельхозкопирателем, животноводством Срок выдачи кредитов, то есть возврата увеличен до 7 лет Ставка она также остается на уровне 6% И что немаловажно, ну зачастую предпринимателька начинает Отсутствует опыт, определенные навыки предпринимательства Поэтому в программе именно предусмотрено Мы будем использовать продукт национальной палаты предпринимательства Который называют BASTAO бизнес И срок, если у нас раньше больше недельный акцент был То сегодня полноценное обучение Это месячные курсы предпринимателями, действующими, тренерами, опытными То есть это и больше эффекта будет И третье направление программы Оно уже вобрало в себя успешно действующие механизмы Это связаны как с обычным трудоустройством Так с трудоустройством на субсидируемые рабочие места Это связано с целевыми группами Есть у нас молодежь, лица с ограниченными возможностями Магодетные, то есть у них зачастую У этой категории лиц затруднена ситуация по вхождению на рынок труда Поэтому государство оказывает поддержку Субсидирует часть заработной платы, часть работодателей То есть это достаточно выгодно Вы отметили, что программа предусматривает вовлечение городских жителей в процесс Но вот все-таки хочется узнать, кто целевая аудитория Эта программа, на кого она в первую очередь рассчитана? Программа рассчитана в первую очередь на безработное население На непродуктивно самозанятых лиц И нам обеспечен То есть акцент такой Если вот мероприятия, скажем, в содействии с занятий предыдущего десятилетия Фокус был больше на безработных населения То сегодня этот фокус значительно расширен С дорожной карты занятости То есть еще и занимаемся поддержкой предпринимательства в рамках программы Что касается новых условий кредитования То есть этих 16 миллионов тенге, которые можно получить на развитие бизнеса Вот хочется подробнее узнать Как, к примеру, эта программа действует в селе То есть какое-то залоговое имущество нужно предоставлять Или каким образом работает экономизм? В селе, значит, вообще точкой входа будет являться Центр занятости, Аким сельского округа И в городе то же самое Только без Акима, естественно, сельского округа И региональной палаты предпринимателей Можно будет обратиться с заявлением То есть комиссия производит отбор, исходя в соответствии с критериями И направляет на обучение основ предпринимательства После этого оператором программы на селе является фонд финансовой поддержки То есть заключение Они дают непосредственно наличие залогового обеспечения В городе оператор дому, ну, через банки второго уровня Будет осуществляться кредитование Но вот в отличие от предыдущих Еще предусмотрено гарантирование То есть зачастую проблема, что отсутствует залог Поэтому в рамках программы предусмотрено, что Гарантирование залога на уровне 85% от стоимости Это для начинающих предпринимателей И 50% это уже для действующих предпринимателей Я думаю, что это очень хорошая мерка 85% для начинающих от чего? Это от стоимости залога То есть если у него не хватает залога То 85% гарантируется То есть залог в любом случае не входят Минимальный залог, то есть да Понятно Еще момент Вот вы сейчас рассказали о том, что планируется массовое обучение Да, то вот очень много перечислили То есть на базе, где это будет проходить Какие это специальности Обучение по всем профессиям, которые именно востребованы на рынке труда Ну, как я уже говорил Понятно, что за два с половиной года Это первая рабочая профессия больше Это организация технического и профессионального образования Краткосрочные курсы, они больше, скажем так, ацентированы тоже на профессии Те, которые связаны с профессией услуг, рабочих Но в отличие от предыдущих программ Здесь акцент будет делаться именно на производственную практику На получение непосредственно опыта и получение навыков Тоже обратиться необходимо в центр занятости Это тоже бесплатно, да? Это все бесплатно, да Еще вот буквально к прошлому вопросу вернемся Про кредитование Есть какие-то приоритетные проекты, которым будет даваться предпочтение? Непосредственно приоритетные направления, они будут уже на локальном уровне То есть на местном уровне определяться Какие являются более приоритетами То есть это переработка Ну, в основном мы акцент в селе, естественно, делаем на сельхозкооперативы То есть на объединение сельских хозяйств, на сельхозпереработку Вот такие вещи Стало известно, что в Казахстане планируется создать единую электронную базу биржу труда Расскажите, что это за проект, как он будет работать? Да, действительно, сегодня уже функционирует портал inbeg.kz Этот портал призван содействовать трудоустройству и подборе кадров Все услуги, они абсолютно бесплатны Сегодня на данном сайте имеется, скажем, показатель более миллиона просмотров в месяц И вместе с тем мы принимаем меры по повышению эффективности Что предусматривается? Во-первых, ну, как вы знаете, согласно законодательству о занятости населения Предусматривается, что работодатели должны подавать заявки о наличии текущих вакансий, перспективных То есть, чтобы, скажем так, ножками не ходить Реализация этих всех вещей предусмотрена на портале То есть необходимо зарегистрироваться будет, открыть кабинет И вот эти вещи, то есть заявка о вакансии будет приравниваться к этому В свою очередь, центры занятости, они будут ориентированы на подбор персонала То есть, своего рода, как HR-службы, работодатели будут подбирать персонал Также будут объединены на портале вывешиваться вакансии не только, которые в свободном доступе Те, которые и резюме тоже, соискатели, непосредственно, которые через рынок труда, скажем, через центры занятости будут заявляться Также мы планируем, что будут подключены в полном объеме частные агентства занятости Потому что они тоже, как бы, обеспечат, своего рода, являются инфраструктурой для содействия занятости на рынке труда То есть, это даст более полной картине о рынке труда То есть, Центр развития трудовых ресурсов ставит цель создать ресурс, на котором, сайт, на котором будут практически все вакансии Казахстана Практически правильно А вот срок успеете ли реализовать этот довольно масштабный проект за, сколько у нас осталось, 5-4 месяцев? Данные вещи, именно создание такой биржи труда, они предусмотрены самой программой Все сроки определены и срок ввода в эксплуатацию предусмотрен на второй полгодия этого года Что касается самой программы, продуктивной занятости, массовое предпринимательство Какого эффекта удастся с ее помощью добиться? И на какой срок она, опять-таки, рассчитана? Программа предусматривает реализацию в течение 5 лет Основные индикаторы, конечно, они связаны с уровнем безработицы То есть, это снижение, не допустить рот безработицы Также, не допустить рост непродуктивной занятости, наоборот, добиться его снижения Если я говорил на уровне 22%, то показатели, которые мы индикаторы целевые планируем на уровне 10% Также мы ожидаем рост субъектов непосредственно за счет развития предпринимательства Рост субъектов непосредственно малого предпринимательства, значительно, где-то через 5 лет на уровне 10% А вот тех целевых показателей, которым стремилась и дорожная карта бизнеса, их удалось добиться? Да, непосредственно целевые показатели, которые предусмотрены в дорожной карте занятости 2020, они достигнуты Еще момент, у нас буквально минута осталась до завершения нашего эфира Часто у людей возникает желание создать свой маленький бизнес, возможно, но человек не понимает, чем именно он хочет, чему посвятить Есть ли у нас какие-то готовые решения, может быть, в Казахстане, чем можно заняться? Да, есть непосредственно на нашем сайте, который связан с предыдущей программой, дорожная карта занятости 2020 100 проектов бизнеса, то есть готовые уже бизнес-планы, это связано непосредственно с таким мелким оказанием услуг, производства, переработка, это все есть Добро пожаловать на сайт дорожной карты занятости, все эти проекты есть Но в завершение я бы еще хотел отметить, что на портале imbex.kz мы начали опрос работодателей и просим всех принять участие Это связано с определением потребностей, то есть в каких кадрах нуждается сегодня непосредственно компания, наша экономика На основании этого в дальнейшем будут сформироваться непосредственные курсы обучения, государственный образовательный заказ на подготовку кадров Хорошо, спасибо вам большое Спасибо Я напомню, мы беседовали с президентом Центра развития трудовых ресурсов Довлетом Органдыковым и обсудили новую программу по развитию бизнеса, продуктивной занятости, массового предпринимательства